Сегодня приготовим бёв строганов. Бёв строганов должен быть блистающий соус, как вы видите. Бёв по-французски это говядина, а строганов это имя, который по-французски. Скажем, как его приготовить. Бёв строганов. Строганов это быстрый ресеп, потому что это жарить мясо, мы не тушим мясо, то есть это быстро готовится. Всем привет, сегодня с вами Шаби Вен, настоящий Гасконец. Эй, Гасконец! Сегодня бёв строганов. Ура, сегодня нашёл ресеп, который и французский, и русский. Вот это имя строганов уже понимает, что это не только французский ресеп. Бёв это говядина, и который у нас будет сегодня вирьеско. Обычно в Франции вот этот ресеп, бёв строганов, мы сделаем с вирьески из один вирьеско. Есть головье, есть фрост, и вот это используем на маленькие кусочки, или кубики, или лонтики. Сало, типа солёнка, и его сделаем с троганов. Это типа ничего не выбрасывает. У нас во Франции много мясники используют жир, вот это жир из типа сала. Мясники его используют, что будет ровные трубочки форма, все верёвышко, и потом только нужно резать, сколько люди хотят. А если примерно они хотят турнадо, то резать вот так, два сантиметра и получать турнадо. У нас вирьеско берет вот так, но всё равно я его буду убирать, потому что мы хотим только мясо сейчас. Оп, и у нас получается, как вы видите, вот кусочки вирьеска. Он уже всё чистит без жира, без нервной, без ничего. Если у вас есть вот примерно вот это маленькие, и очень тонкие, маленькие. Будем сказать, это можно кушать, но, окей, убираем вот так, и вот так. Оп, это быстрый рецепт, когда вам нужно готовить, и какой момент можно сделать заранее, что можно сделать заранее и что можно заканчивать на последний момент, окей? Сам впервые будем резать наши кусочки мяса, но в Франции обычно мы резаем кубики. Я буду резать, как в Руссии, кусочки вот так. В Франции обычно побольше кубики. То есть резаем кусочки сантиметра примерно. Вот это рецепт, они придумают, что это француз, француз, но из Руссии, из французский шеф, но в Руссии придумают вот это блюдо. В Франции, в поварской школе мы учим вот это рецепт, это как классические, классические блюда, которые можно, где можно использовать обрезки вирьеска. Вирьеска, самое нижнее мясо, можно тоже использовать несколько кусочков, задание час говядина, это много килограмм. Есть много маленьких мест, которые можно использовать для строганов, которые можно готовить быстро. Теперь будем берить наше мясо и его посолить, поперчить, поприкачить раньше, чем его готовить. Посолить, поперчить. Паприка, я использую два паприка, обычная паприка и чуть-чуть копченая паприка, потому что я люблю паприка. Я уже видел людей и страну, где люди ели построганов без паприка, только соль, перец. Настоящий традиционный рецепт из паприки. Вот это все хорошо перемешиваем, вкусно пахнет, паприка. Будем резать лук заранее, что будет уже готов, когда нам нужно использовать сотельник, будет уже готов, лучше. Как резать, вот в Франции будет сизолить очень тонкие кубики. В восток страна будет пол кольца или кольца, то есть будет вот так, пол кольца и четвертое кольцо, только тонкие. Сегодня я режу вот здесь лук на одинаковая доска, потому что и то, и то будет одинаковое место. Наш лук готов. Теперь будем жарить, жарить наше мясо. Да, будем жарить мясо в растительное масло, плюс чуть-чуть масло всего, что есть. Оп, кусочки 5 грамм масла, плюс-минус, оп. Будем здесь, я думаю, на два раза, то будет и быстрее и вкуснее. Потом лук, и вот это может быть ваша подготовка, как я сказал, что можно сделать заранее. Это вариант домашний бастроганов. Мы в Франции используем вино, бульон, много штук, которые в Руси или в другой стране есть, но или дороже, или не всегда есть. Наше масло уже говорит, что можно использовать мясо. Это очень быстро, да? Оп, вот, вот. Красивый свет получается. Убираем наш мясо. Когда жарить мясо, лучше, если только один слой, потому что если много, она будет варить, потому что будет охладить ваша сковородка. Вот эта сковородка по два порции, по три порции можно жарить. Оп, это тоже уже все. Это первый час, который можно сделать заранее. Жарить очень быстро мясо, где уже есть соль, перец, паприка. Теперь лук. Лук. Сковородка, где уже есть вкус из мяса. Если нужно добавить масло, добавим. Ну, немножко. Почему я беру вот эту лопатку? Потому что это можно убивать все вкус, который лежит в дно костюмы, в сотеннике. Вот так. Вот. Берем все вкус. И когда будет жить, есть еще тоже. Кусочки масла, если уж, ну и наш лук. Поменьшать. Будем солить чуть-чуть лук, то он будет давать свою воду. И он будет начинаем побольше жарить и чуть-чуть начинать дегласировать наш сотенник. Оп. Если у вас большой объем, можно лучше с крышкой. Если чуть-чуть, то будет быстро. Не обязательно. Мясо жарене, лук жарене, еще мука, томатный паст, вода и все. И петрушка или укроп или что вы хотите, как подача. То есть теперь вот это же лежит холодильник. Ваши гости приехали. Давай чампань, давай что, апперо. Извините, я буду сразу готовить. Через 10 минут покушаем. Наш сотенник здесь. Положим чуть-чуть масла. Оп. Будем разогреть наш лук. Уже готов. Если вы не готов заранее, конечно, вы оставите ваш лук и продолжайте ваш процесс. Томатный паст, немножко. Оп. Вот этот объем вообще хватит до меня. Его будем сушить вот так. Убирать чуть-чуть кислота. Будет загустить наш соус. Мука. И будем тостировать нашу мука. А что я сделаю сейчас, это называется по-французски сенже. То есть добавить мука. И что я буду сделать сейчас, это торефье. То есть готовить мука. Тостировать мука. Добаваем воду. Теперь можно хорошо перемешивать. Лучше соус. Севенчик всегда. Кипятим 2-3 раза. Ну типа 2-3 минут. И потом будем креме. Добавать сметану. Я как француз, я не могу без чуть-чуть. Настоящий фондово бульон. То есть я использую чуть-чуть. Если у вас нет вот этого бульона, не нужно. Это бульон на профессиональной кухне. Который из Франции, Европы. Будем попробовать наш соус, конечно. Уже раньше, чем положить сметану. Да. Уже вкусно. Уже сметана. Которая, я думаю, 42-45%. Чем жирнее, чем лучше. Вот. Сейчас сделаем по меньшей огне. И положим хорошую ложку крема. Вот так. Ммм. Или еще хорошо. О. Типа 2 красивой ложки. Вау. Норманская сметана. Это очень вкусно. Примешиваем нашу сметану. И нашу базу, нашу соус фроганофа. Вот этот типический цвет. Оранжевый, красный. Опять будем попробовать. Не хватит соли для меня. Оп. Пюрешка. Уже готов. И там вы будете разогреть, без кипяток, ваши маленькие кусочки мяса, которые будут очень быстро разогреть. И очень быстро сделать осмоз мясо в соус, соус в мясо. Паражем туда. Там есть маленький бульон из мяса. Это сок из мяса. И вот этот будет заканчивать, дать вкус в ваш соус. В ваш соус. Не нужно тушить. Это не маринго или бульон. Это жарение мяса. И сейчас просто разогрем. Даже в овчин, горячий соус. Вот это маленькие кусочки. И вот этот объем. Посмотрите. Можно просто оставить вот так. 6-8 минут. Будет отлично, когда вы будете его сервировать. Мясо. Не нужно кипяток. Потому что вы будете еще готовить ваше мясо. Это будет жар, потому что оно будет сухой. Это вирьеска. То есть не нужно вот это сделать. Вирьеска готовится очень быстро. Никогда не кипяток. Можно чуть-чуть огни, но не нужно кипяток. Пюрешка. Заканчиваем еще масло, конечно. Заканчиваем соус в Франции. Сейчас масло сушное. Оп. Чуть-чуть. Без огня. То будет, как всегда, блистающий соус. И длинный вкус. А. Теперь мы еще будем вот так. По-французски. Монте обе. Если вы первый раз здесь, можно подписывать мой канал. Пожалуйста, если вы любите. Пишите комментарии. Скажите, что вы любите на вот эту жизнь. Что вы любите кушать. Ммм. 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 Троганов готов. Пюре готов. Подача. Пюре. Я люблю вот так сделать. Наш троганов. Обязательно много соуса. Туда укроп или петрушка. У нас в Франции будет побольше петрушка, чем укроп. А. И наш строганов готов. Побуры классические. Подача. Гара из пюре. И рядом б. Строганов. Маленькая линия. Петрушка. Красива. Симпл. Эффикас. А. Маленькая линия. Трябая для усилителя. И entropy. Трябая линия.